Объятия на прощание и слова матери. Служи достойно, сынок. На областном призывном пункте в Сызрани сотни новобранцев готовят отправиться воинским эшелоном на Дальний Восток. Мы приехали поддержать своего сына с мужем. На путь, видать, какие-нибудь. Ну, конечно, чтобы не переживал. Все-таки далеко. Хабаровск выезжает очень далеко. Нам это тяжело будет даваться. Призывники уже получили обмундирование и тут же переоделись в летний комплект формы. В солдатской сумке все самое необходимое. Шарф, полотенце, даже сланца для бани. Впереди целый год армейской жизни. На самом деле, ну, как по мне, это вполне нормальная воинская обязанность. То есть каждый мужчина должен отдать долг родине. Это его прямая обязанность. Призывникам выдали жетоны с личными номерами и персональные карты. Ежемесячное денежное довольствие, две тысячи рублей, перечислять будут через банк. Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин во время торжественного митинга напомнил о непобедимости российского солдата и о том, что народ и армия едины. Впервые в Самарской области за вклад в укрепление боевого содружества приказом министра обороны наградили главу администрации Сызрани Николая Лядина. Военком отметил особую Сызранскую подготовку призывной молодежи. Для того, чтобы сегодня достойно служить и нести службу в войсках, нужно, конечно, к этому готовиться. И мы делаем все для того, чтобы эта подготовка была и физическая, и патриотическое воспитание. Надо пройти эту школу жизни, и это будет только закалять, и обязательно в жизни эта служба пригодится. Благословление священнослужителей на путьстве от офицеров, ветеранов и выступление кадетов станицы Сызранской Волжского казачьего войска. Бойцовские приемы по армейской системе и непременный марш. Прощание славянки в исполнении детского казачьего оркестра. Прежде чем доставить призывников к поезду, состав проверили сотрудники МВД, кинологи и наряд военной полиции. Этот эшелон, как военная часть на колесах. До места службы неделя пути. И первая отправка 300 человек со всего Поволжья. Сейчас у нас более 80% уже призвано в вооруженные силы, более 30% отправлено уже в войска. Каждый день сейчас будут идти интенсивные большие отправки. Пока призывники рассаживались по вагонам и ждали отправления поезда, матери и любимые девушки тянули руки к окнам эшелона. В армии разрешено пользоваться мобильными телефонами, так что на прощание призывники обещали родным и близким позвонить с Дальнего Востока. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов. Вести детально.